История началась в прошлом году, когда у нас появился новый тариф по европейскому образцу – транспортировка газа. То есть ранее мы и так оплачивали передвижение газа, в том числе по принадлежащим нам коммуникациям, за содержание которых мы тоже платим. Но эти расходы входили в структуру единого тарифа за потребление газа населением. В 2021 году из одного тарифа сделали два. Сейчас транспортировка нашим гражданам обходится недорого – 84 копейки за один кубометр. Но с нового года акционерное общество «Одесса ГАЗ» предлагает поднять цену в пять раз – до 4 гривен 52 копеек. Это, знаете, такой пробный шар. Вот оно, извините за выражение, как бы прошло, въехало, и вот так оно сейчас будет, как новая такая статья, по которой будут жители Украины собирать денежку. Вот и все. Почему? Потому что, если говорить о том, что эти деньги идут на ремонт газотранспортной системы и так далее, ну, по сути дела, нет. Соответствующее решение об увеличении тарифа должен утвердить национальный регулятор НКРКУ. Эксперты отмечают, что ситуация может измениться, но тариф все равно повысят. Во сколько раз – вопрос. Все зависит от политической, а не экономической конъюнктуры. «Транспортирует газ частные компании. Вроде бы как государство отношения не имеет. Зеленский что мог, то он сделал. Он мог повлиять на государственную компанию. Он повлиял. А вот частные компании, ну вот, он может сделать вид, что он же здесь ни по чем. У нас рыночная экономика. Другой вариант. Сейчас вот журналисты сообщат об этом. Будет большой крик. Мешается президент и скажет, что в пять раз это много, давайте в три раза». Многие эксперты отмечают, что тариф на транспортировку выглядит чисто манипулятивным. Схема состоит в следующем. «Чисто формально, власть всеми правдами и неправдами удерживает тариф на газ для населения в пику международным кредиторам. А по факту растет лишь цена на транспортировку. Растет в разы. И есть большая вероятность, что новый тариф в ближайшие годы станет не таким уж и незаметным для граждан. При этом прибыль получат даже не государство, а частные компании, работающие на этом рынке. Практически все они связаны с украинскими топ-олигархами. То есть наши деньги могут уйти во всем известные карманы». Константин Гречан и Константин Нищерет, телеканал «Репортер».